Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Мой никнейм на YouTube Ванила Мария пишется с тремя буквами L и без пробела. А сегодня мы с вами поговорим не о косметике, к сожалению или к счастью, а в видео у нас будет совместное. Это первый пункт. Совместное с Кариной Карс. Это блогер, очень позитивная, веселая девушка. Ее канал также о бьюти тематике, о секретах красоты, о косметике. Также она рассказывает о своих покупках одежды, о секретах стиля и о своей жизни, снимает влоги. В целом очень классная, веселая, позитивная, очень красивая девушка, поэтому советую ее канал. И обязательно после просмотра моего видео, поскольку вы ознакомитесь с моими стильными, нет, просмотрите ее видео и ее версию то, что не стильно, не модно и что мы никогда в жизни не оденем. Сразу хочется отметить, что сегодня у нас 50 на 50, живой будет свет, поэтому иногда будет солнце заходить, иногда будет выходить, поэтому картинка будет меняться, надеюсь, это вас не сильно будет бесить. Мои стильные нет, сегодня мы с вами поговорим об одежде, которую я никогда бы в жизни на себя не одела. О том, что я считаю немодным, не стильным, возможно, некрасивым, что это неприемлемо для меня. И сразу хотела бы оговориться, что то, что я сегодня назову, если вдруг вы это носите, ничего в этом страшного нет, потому что даже мои знакомые, мои близкие друзья это носят. Но я в своем видео перечисляю именно то, что не нравится мне, что я на себе не вижу и что я на себя не одела бы. Поэтому не надо мне писать под видео, что я какая-то отсталая, что я не понимаю ничего в трендах. Я выбрала именно те варианты, которые я на себя не одену, если вы это вдруг носите, если вам это нравится, то я бесконечно за вас рада, значит, вам это подходит и все классно, поэтому ни в коем случае не хочу никого задеть, обидеть и считаю важным оговорку такую сделать в самом начале. Итак, я буду пользоваться своими заметками, буду... Ну, потому что я так... Я все свои стильные, нет, не помню. И также буду по возможности иллюстрировать те варианты, которые мне не нравятся, и буду говорить, почему они мне не нравятся, что именно меня так отвращает от них. Первое, это тракторная подошва, особенно если она белая. Я понимаю, что это было модно, особенно это было модно прошлым летом, но ни прошлым летом, ни этим летом, никаким бы то ни было еще летом, или зимой, или осенью, никогда я не одену белую тракторную подошву. Я, в принципе, не люблю массивную подошву. Нет, это вообще не мой вариант. Мне кажется, это все делает худую девушку еще более худой, такой скелетообразной. Вот эти вот ботинки размером со всю девушку, или, допустим, если девушка, наоборот, крупная, эти ботинки ей добавляют еще больше веса, она становится еще более тяжеловесной. И как-то они очень нарушают гармонию и пропорции, вот именно вот этот вариант с этой белой огромной подошвой. Сейчас вся Москва просто закидает меня дизлайками, сейчас... Я даже понимаю, что вы уже поняли, о чем я скажу. Ну, в общем, сейчас на меня полетят помидоры, от меня отпишутся все москвичи, но... Кроссовки с шубой, да. Кроссовки с норковой шубой. Это чисто московская тема, нигде, кроме Москвы, я такого не видела. Длинная норковая шуба с кроссовками, с там ярко-зелеными кроссовками, что-нибудь в этом роде. Вот, это такая тема. Кстати говоря, у нас она тоже в Санкт-Петербурге уже начинает приживаться потихонечку. Но я не понимаю, мне не нравится. То есть я в этом плане такая старушенция. То есть шуба должна быть с сапогами. Шуба должна быть с сапогами на каблуке. Но в крайнем случае не с очень какими-то тяжеловесными сапогами или угами, а с какими-то более-менее женственными сапогами. Да, да, вот такой у меня отвратительный вкус. Не могу, не нравится мне кислотного цвета кроссовки с шубой. Тренд всего инстаграма, привет Оля Бузова, это крупная сетка с джинсами рванами или с джинсовыми шортами. То есть все вспомнили концертные костюмы Ольги Бузовой. Не нравится, не могу. Ну, прежде всего мне это не нравится в контексте со мной, потому что у меня женственная фигура. Во-первых, на женственной фигуре, мне кажется, это будет смотреться как минимум странно. А во-вторых, я, в принципе, вот эту вот всю рванину не люблю. И сетка, мне кажется, есть какой-то предел экстравагантности. А вот такая крупная сетка, она как-то вот далека от элегантного стиля. Она уже так ближе к чему-то вульгарному. И тут сверху что-то джинсовое, еще это все подрано. И вот прям вот вообще нет какой-то кисель-кисель, прям вот все это собрано. Если вы считаете, что это мега стильно, мега модно, и в этом можно покорять столицу, то как бы окей. Туфли на огромной подошве. То есть это, такие туфли были модны, модны, наверное, до сих пор. Вот это вот вариация на тему лобутенов. Но это еще полбеды. А вот мне не нравится многих девушек, особенно этим грешат девушки, которые едут из нашей глубинки на наш же юг. Мы как-то сидели в Анапе перед клубом. Там ресторан, на набережной есть ресторан и там же клуб. И там сидела девушка вся в стразах. И у нее были вот на такой подошве какие-то тоже блестящие туфли. Эта девушка, то есть мы успели сходить потанцевать, мы уже пошли вниз подышать свежим воздухом. Девушка только поднималась в клуб. Ну, вы понимаете, насколько удобно в этих туфлях. Не знаю, мне не нравится, мне кажется, тоже это как-то нарушает пропорцию. Особенно у девчонок, которые не очень высокого роста, они пытаются себе придать таким образом больше рост. Они пытаются сделать ноги длиннее. Выглядит очень странно просто. Ну, на мой вкус. Я не знаю. Мне кажется, намного изящнее смотрятся просто обычные лодочки на тонком каблуке. На небольшом даже каблуке. И это намного делает ногу длиннее и делает образ элегантнее. И вас делает красивее. Делает из вас хрупкую принцессу, а не какого-то монстра, который 20 минут поднимается по лестнице. Следующее, это прям вот бич нашей страны. Это вот, мне кажется, нигде нет такого. Ну, может быть, наверное, еще там, где это все производится, там тоже это распространено. Но подделки под бренды. Вот именно не такие подделки, когда, не знаю, сам технолог с завода, он не определит, где сумка выпущена с их завода, где сумка подельника, это там качественное действительно что-то, когда это прям вот явно. Луи Виттон написан на каком-нибудь там, я не знаю, на какой-то сумке, авоське, которая явно куплена на соседнем рынке или что-то вот такое вот. Ярко кричащая о том, что это не Луи Виттон. В наш век сейчас очень много брендов, даже бюджетных, которые из кожи делают свои изделия, делают не из кожи. Есть бренды, которые делают аналоги, очень похожий дизайн из сумок, допустим. Но они просто не приделывают туда вот этот вот Шанель. И все, сумку вы получаете похожую, если вам нравится конкретный дизайн. Сумку качественную, если вы, допустим, хотите сумку из кожи. И при этом это выглядит нормально, адекватно, вы не ходите с подделкой. Следующее, ну, как сказать, когда это было модно, ну, это еще хоть полбитые, но есть же еще девушки, которые еще спустя там пять лет носят все те же супермодные летние сапоги. То есть, да, до сих пор есть девушки, которые носят летние сапоги. И тут мне еще, вот помимо вот этих обычных летних сапог, мне показала подруга, на дне ВМФ она видела девушку в каких-то таких темных кожаных сапогах с открытой пяткой. Вот это я тоже не поняла. Это, может быть, для Питера, чтобы продувалась самая морозоустойчивая часть или что это. Но так или иначе, сапоги бывают летние, бывают странные, бывают уже такие повидавшие много, они выглядят очень уже странно, жутко, непонятно. Мне, в принципе, непонятно, в жару одевать какую-то такую дико закрытую обувь, потому что в жару, мне кажется, больше всего страдают как раз-таки ножки, поэтому хочется как-то, не знаю, как можно более обувь открытую открывать. В конечном итоге, зачем мы делаем педикюр, чтобы летом ходить в открытой обуви? Следующее, это за это меня готова растерзать моя подруга. Но я скажу все-таки, точнее, наверное, даже две моих подруги точно узнают себя сейчас в видео и обязательно при ей встрече мне скажут, что... Ах ты, зараза! В общем, не люблю я леопардовый принт, не люблю я любые анималистичные принты, когда это одежда, когда это какой-то большой действительно кусок. То есть, если у вас кофта какая-то, куртка какая-то, или, допустим, платье леопардовое, или там зебровое, или что-то в этом роде. Но если это в аксессуарах, если это там какие-то 5 сантиметров квадратных на вашем аксессуаре каком-то, на ремешке, или еще что-то, в принципе, как сам по себе, принт леопардовый это прикольно, это классно. Но никогда у тебя леопардовая сумочка, леопардовые балеточки, леопардовая платьица, и зебра еще, куртка. Вот тогда это совсем прям жесть какая-то. Еще вот смешение вот этих принтов. В принципе, смешение любых таких активных принтов это страшно, а смешение вот каких-то анималистичных между собой принтов, это прям вот прям... Нет, нет, девочки, не делайте так. Ну, во всяком случае, не знаю, мне непонятно. Следующий пункт это привет всем туристам, и не туристам, и жителям Санкт-Петербурга, но спортивный костюм в центре города. Ну, никогда вы бегаете с утра? Нет! Никогда вы там бежите вдоль, не вы, смотрите в головую даль, у вас там в 6 утра пробежка. Нет! Когда вы просто гуляете по городу. Есть такие умельцы действительно в Санкт-Петербурге. Я не знаю, приезжие-то люди, это люди живущие здесь, но в спортивном костюме ходят до сих пор люди по улице спокойно днем, и это странно, это очень странно. И я бы, наверное, в спортивном костюме... Спортивный костюм это актуально реально в двух случаях, если вы за городом на природе, если вы в спортзале или занимаетесь спортом. Во всех остальных случаях спортивный костюм это... ну, это вообще не совсем в тему. Открытая обувь с колготками. То есть, если у вас открытый нос у туфель, если у вас открытые босоножки и там одеты... Даже капроновые колготки, это выглядит, по моему мнению, странно. Во-первых, это, в принципе, неправильно. Послушайте Эвелину Хромченко, она вам скажет, что это неправильно. А во-вторых, ну, для меня это примерно из той же оперы, как сандалии с носками в мужском варианте. То есть, когда мужчина одевает носки с сандалиями, над ним все смеются. Почему женщина у нас вот в колготках капроновых, еще в плотных каких-нибудь достаточно там, которые действительно видно, почему она не вызывает таких же эмоций, мне непонятно, потому что по факту все то же самое. И последний пункт. Ну, я надеюсь, что вот здесь вот я попаду все-таки в современные тренды. Заниженная талия. Вот здесь я прям, не знаю, мне кажется, это уже давно не стильно, не модно, не актуально. Это неудобно. Это опасно для здоровья. Но многие девушки до сих пор носят. Многие молодые люди до сих пор носят это. И я не понимаю, что заставляет носить, потому что действительно, когда это модно-то было, мне всегда было дискомфортно, что у меня постоянно что-то откуда-то торчит и сваливается. Мне всегда хотелось подтянуть. И когда эта мода отошла, мне наоборот как-то я вздохнула спокойно, что теперь можно носить джинсы, которые в себя не сваливаются, и все у тебя прекрасно. И я не понимаю девушек, потому что действительно с более высокой, даже там средней посадкой или с высокой талией уже, если мы будем об этом говорить, джинсы смотрятся лучше, сидят лучше, они удлиняют ногу, и в принципе они как-то, как сказать, не портят фигуру. И это все. Это мои были 10 пунктов, 10 вариантов одежды, которые для меня неприемлемы, которые мне не нравятся, я не понимаю, как это можно носить. Так или иначе, повторяюсь, если вдруг вы что-то из этого носите, не переживайте. Это всего лишь мое мнение. У вас мнение противоположное. Вам это нравится. Главное, чтобы это нравилось вам. Поэтому пишем в комментариях ваши самые-самые стильные нет. Прямо что вам не нравится. Прямо вот вы это не носите, никогда не оденете, даже если за вами будут с вилами бегать. И обязательно после просмотра этого видео я вас верю. Вы включите видео Карины. Посмотрите, какое у нее мнение по поводу нестильного. и неактуального, и что она бы не одела на себя. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Обязательно подписывайтесь на меня в инстаграме, чтобы быть в курсе всех новостей, чтобы лайкать мои фоточки. Как мы с вами говорили, обязательно напишите комментарий под этим видео, поставьте лайк. И все. До новых встреч в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok